Привет от Полонского и слава Украине. Друзья мои, по-моему, начинает... Знаете, вот если лупать в стенку, лупать все время, бум-бум-бум, лупай ты, то есть, то оно постепенно, стенка в стену постепенно разобьется. Я сейчас о Германии. С каким трудом все там продавливается, ребята, это какой-то капец. Но оно продавливается. Еще раз напомню, как министр финансов Германии сообщал нашему послу, что не хочет помогать Украине, ввиду того, что мы продержимся всего лишь на всего несколько часов. Но эти несколько часов продолжаются уже больше месяца гораздо, и мы держимся. И, как видите, если вот постоянно шторкать ту же Германию, то она тоже будет что-то делать. И даже очень такая, знаете, забюрокраченная, огромная махина, вот эта бюрократическая, я не знаю, наверное, самая большая в мире, или одна из самых больших в мире, она начинает сдвигаться, и она начинает что-то такое-таки делать. Так вот, что есть в новости. Украина сможет закупать вооружение у оборонных предприятий Германии. Заметьте, это очень важно. Это новое оружие. Это не то, что... Ну, конечно, Панцерфауст – хорошее оружие. Панцерфауст-3, который нам дали без вопроса, действует. Вот сейчас его раздали ребятам, действует безведмовно. Отличные, хорошие вещи. Ну, это как бы не современное уже оружие, и такое, но эффективное тут. Да, да, да. Так вот, мы хотим сейчас покупать и новое оружие. На это нам выделено той же самой Европой 300 миллионов евро. И это хорошо. И спасибо за это. Мы уже купили те же Матадоры. Это гранатометы в той же Германии. Заметьте, если Панцерфаусты, при том, что они эффективны и хороши, но они все-таки не современные, то Матадоры вполне себе современные. Это новое оружие, часть из которого уже было на складе, часть из которых нам сейчас доставляют, потому что их только производят. Соответственно, их производят, сразу доставляют в Украину. Вот. Это тоже хорошо. Так вот, не одними Матадорами. Там 200 наименований оружия на сегодняшний день, которое необходимо по списку Украины, которое вы там запросили в Германии. И вы знаете, вот эту стенку мы, похоже, таки пробили. Немцы сдвинулись с мертвой точки. Немцы вроде бы как. Я опять говорю, что информация нуждается в подтверждении. Вроде как не подтверждена, но, судя по всему, таки да. Итак, предварительно уже оговорена покупка вооружения и оборудования на сумму более 300 миллионов евро. Всего в списке 200 наименований. И некоторые из них будут доставлены в кратчайшие сроки. Что есть отлично, хорошо. То есть, пробить немецкую, вот эту вот бюрократическую машину, это очень серьезно. И если, понимаете, с одной стороны ее очень тяжело пробивать, но когда вот эта вот махина, а Германия, согласитесь, ну, это махина, это как там ни крути, это махина. И когда оно потом набирает ход, начиная вот так вот работать уже, то остановить очень сложно. Поэтому будем говорить следующим образом, что выражаем очень осторожный оптимизм по поводу того, что мы будем таки, да, получать немецкое оружие, передовое, новое, прямо с заводов, сразу по мере его изготовления. Что не может не радовать. Во-первых, спасибо. Во-вторых, слава Украине.